И дальше про семью очень долго рассказывал, как очень важно семью. То есть человек, у которого нет семьи, человек, который бабылем является 11 лет, от которого ушла жена, который скрывает своих дочерей. У него же дочери до сих пор... Вот, кстати, вопрос на засыпку. Я понимаю, пока Катя и Маша были маленькими, и им надо было придумать эти самые погоняла, как Сталин, Ленин, Ворошилов и прочее. Придумали им Тихонова и Воронцова. Но когда они стали взрослыми, когда все знают, что это дочери Путина, почему они носят какие-то странные фамилии? Ну, с точки зрения безопасности изначально все это выстраивалось. Я понимаю, вот тогда, когда они были маленькие, но когда всем понятно, что это дочери Путина, зачем называть их Воронцовой и Тихоновой? Потому что все думали, что это, может быть, там, фамилии их мужей, а это же просто погоняло им, придумали им. Выдали поддельные паспорта, выпущенные Министерством внутренних дел Российской Федерации на несуществующие фамилии. Да, действительно так. Нелегалки они такие, значит. Нелегалы, да. Где-то так. Еще раз повторяю, это то, что необходимостью считал Путин. Те меры безопасности, которые были применены в том числе и в отношении так называемых этих женщин, которых он называл эти женщины. Так вот, эти женщины так и остаются этими женщинами. Проблем в этом они особо не видят. Они полностью всем обеспечены. И как бы то ни было, какое-то влияние они сохраняют. Ну, скажем так, в будущем правительстве им обещано, одной обещано, значит, стать министром здравоохранения, а другая должна заменить на, значит, Дмитрия Медведева в Совбезе. Ну, посмотрим, насколько будут реализованы эти планы. Где-то говорили, что другой министра образования, вроде, должен в правительстве. Ну, не знаю, насчет министра образования, такой информации у меня не было, возможно, у кого-то есть. То, о чем мы знаем, это договоренности о месте в Совбезе. Посмотрим, еще раз говорю, неоднократно все эти планы подвергались неким поправкам. И менялись. Посмотрим, вообще, как будут складываться сами президентские выборы, что произойдет непосредственно после выборов. И будут ли вообще реализованы планы властей, особенно в свете приближающихся продовольственных кризисов и так далее. Здесь черных лебедей огромное количество, которые могут прилететь в любой момент и нарушить те планы, которые есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok